Дети активно участвуют в проектной деятельности В этом смысле проекты, проектная деятельность является прекрасным местом для того, чтобы дети использовали свои знания Именно на проектной деятельности формируются компетентности на предметные результаты И работая над проектами, одновременно они имеют возможность обнаружить эти компетентности И так они их там получают и одновременно обнаруживают, демонстрируют до какого уровня Поэтому мы к проектной деятельности относимся очень серьезно, настолько серьезно, что у нас даже в учебном плане есть курс проектной технологии Опять же я еще раз говорю, да, они выступают на разных научно-фактических конференциях, занимают места, но не это самое главное Вот самое главное, чтобы они этот опыт проектной деятельности приобрели, потому что одновременно это формирует, я бы сказала, проектный тип мышления Да, нам удалось побывать в проектной лаборатории и в мастерской, где нам ребята показали и рассказали о своих проектах В нашей школе созданы все условия для развития научного потенциала учащихся В школьную научную лабораторию можно поставить эксперименты по биологии, физике, химии Можно наглядно рассмотреть любые интересующие процессы Ученики лицея 3 настолько пытливы, что стараются вникнуть и разобраться в самых разнообразных процессах, окунаясь в исследовательскую работу И такой опыт определяет в результате их выбор вуза У меня работа состоит в изучении волос мышей, как на них влияет кремний И микроскоп школьный Левенгугу Д870Т позволяет изучить волосы, измерить толщину волоса, длину чешуек И соответственно есть результаты и проектная деятельность может помочь в поступлении в вузы Я планирую поступать в МФТИ на биофизический факультет или в МГУ тоже на какую-нибудь биофизику Честно хочется поступить в медицинский вуз, либо в Сеченовский, в Москву, либо в Пирогово, в Санкт-Петербург Очень интересна медицинская специальность Я Чувашский наш университет тоже рассматриваю для поступления, тоже в медицинский факультет Потому что исследовательская работа, в которой я участвовала, она проводилась на базе медицинского факультета Эксперимент проводили студенты, а мы, лице номер 3, часто работаем со студентами совместно И вот была деятельность, мы подключились к эксперименту И ЧГУ я тоже рассматриваю, в принципе, как вуз для поступления Особенности проектных технологий лицеисты осваивают с 8 по 10 класс И кроме лаборатории, этим направлением можно заниматься и на базе мастерской На проектах вы можете применять те теоретические знания, которые вы получили на уроках, уже на практике Вот мой проект, объясню на своем примере 8-9 класс, я занимался резьбой по дереву Сделал шкатулку, это полностью выходит Вот она открывается, шкатулка с секретом То есть есть тайник, куда вы можете положить деньги Получив огромный опыт в конструировании, я перешел к изготовлению моделей научного характера В области исследования Я занимаюсь в 10 классе проектом по изучению сил поверхностного натяжения жидкости И вообще возможности работы гладкого колеса для движения судна То есть опыт, который я получаю здесь, я потом применяю там Также у нас есть уроки технологии Уроки технологии, на которых наши семиклассники, не обладая еще богатым опытом в области физики Могут конструировать модели из области электротехники Но вот одна из них Соленует Это сделаны наши семиклассники То есть сейчас они конструируют, а потом в 8 классе открывается курс электричества В 10 классе он углубленно продолжается Они это уже понимают, как это работает Павел Солокаев считает, что в лицее на высоком уровне преподаются не только физика и математика Но и другие предметы Освоение проектных технологий вообще позволяет выпускникам лицея Стать конкурентоспособными на современном рынке труда В нашем лицее находятся ученики, которые могут не только правильно мыслить в области технических наук Но и уметь правильно ставить цель и достигать ее А человек, умеющий правильно достигать цели, то есть того, чего он хочет Будет, безусловно, востребован намного больше работодателями Михаил Юманов – автор проекта «Мобильное приложение с использованием технологий дополненной реальности» С этим проектом он участвовал в конкурсе IT-ринг в Чувашском государственном университете И в проектной смене образовательного центра «Сириус» В «Сириусе» было замечательно Я рад, что мне достался такой шанс Говорить с учеными и двигателями прогресса России и мира Понравились лекции И я хотел бы сказать всем школьникам и их родителям, учителям, что если вы не занимаетесь проектной деятельностью, то пора начинать А если уже занимаетесь, то думайте не о школьном или городском уровне, а ориентируйтесь на всероссийский, может даже всемирный уровень Вы смотрите программу «Столичное образование» и мы беседуем с Ириной Ильиничной-Палбинниковой, директором лицея номер 3 Ирина Ильинична, но ваши дети, помимо того, что серьезно занимаются учебой, проектной деятельностью, общественной жизнью, они же еще и спортсмены У вас созданы условия в лицее, у вас занимаются волейболом, баскетболом и даже моржеванием, обливанием холодной водой Как вам удается привить навыки активного здорового образа жизни? Да, конечно, ну как этой стороне не уделять внимания, тем более на 70% мальчишки И они должны, вообще-то говоря, быть физически сильными, для них это один из элементов самооценки в будущем Вот, много часов, ну и тут, конечно, с другой стороны у нас прекрасные три преподавателя Это два учителя физкультуры Один увлечен баскетболом, и поэтому он ведет очень много часов готовить наших баскетболистов Просто вот чуть ли не на профессиональном уровне Мы даже побеждаем некоторые команды, где США, наши ребята И он их взращивает прямо с пятого класса, постепенно взращивает И вот они в старших классах уже дают такие прекрасные результаты Учитель Пеняев Владимир Николаевич, он волейболист, фанатик волейбола И у нас, соответственно, очень много секций по волейболу с пятого по одиннадцатый класс Ну и Лысов Игорь Анатольевич, это наш преподаватель по ОБЖ Ну это просто находка, это чисто его инициатива Вот эти вот зимние походы с ночевой, эти сплавы по Кокшаге, обливания, моржевания Они даже когда-то прыгали с парашютом Вот Это просто вот повезло с преподавателями Ну эти ребята, они же там и учатся здесь хорошо Это же как-то сказывается на дисциплинированности, на организованности, на учебе в результате Ну я думаю, да Я думаю, да Это спорт, безусловно, он формирует важные качества характера Чтобы сформировать те качества характера, которые помогут выпускникам лицея быть выносливыми, сильными и духом, и телом Педагогический коллектив создает условия для занятий активным отдыхом, физкультурой и спортом Лицей славится баскетболом, и об этом знают все другие школы города и вообще республики И мы занимаем призовые места как на городских соревнованиях, на республиканских соревнованиях То есть у нас спорт очень ценится У нас все учителя понимают то, что мы должны заниматься спортом, должны управлять себя Ну во всех областях, и в науке, и в спорте, и во всем остальном На самом деле спорт очень помогает, он человека дисциплинирует И мы это замечаем, ну со временем мы видим то, что мы возрослеем благодаря спорту И спорт помогает нам саморазвиваться В этом мнении едины как юноши, так и девушки Для них важно заниматься спортом в единой команде под руководством мудрого тренера Спорт однозначно играет очень большую роль в нашей жизни, в жизни всей команды Потому что он помогает психологически разгрузиться То есть эмоциональная разгрузка И таким образом мы отдыхаем и играем за лицей, за команду, за сборную То есть баскетбол важная часть нашей жизни Абсолютно согласна Именно баскетбол помогает расслабиться Вот в лицее очень тяжело учиться А вот именно спорт, он как дает некую перезагрузку Наша команда лицейская, она ежегодно участвует в турнире кэсбаскет Мы в прошлом году победили в чемпионате Чувашии по кэсбаскету Хочу сказать отдельное огромное спасибо нашему тренеру Черепанову Константину Анатольевичу Он смог собрать нашу команду, вызвать интерес многих учеников баскетбола Лицеисты в прямом смысле готовы к труду и обороне В этом году мы приняли участие в сдаче норм ГТО Мы успешно выполнили все нормативы и в конце года должны получить золотые знаки отличия Почему же мы решили сдавать все нормы? Потому что это отличная проверка наших физических качеств Это необходимо каждому растущему организму Эти испытания дали каждому из нас понять, насколько мы готовы к сдаче ГТО Преподаватель и организатор основ безопасности жизнедеятельности Игорь Анатольевич Лысов Увлек не одно поколение лицеистов пешим и водным туризмом Закаливанием, обливанием холодной водой в любое время года Ну и вернемся все-таки, Ирина Ильична, к ТОПу-200, который по поступаемости в ведущие вузы Мы сейчас беседуем с детьми, в основном, конечно, заточены на поступление в престижные вузы Как раз эти самые вузы, которые двадцатки лучших Вы знаете, пожалуй, вот этот поворот на престижные вузы, на поступление именно в престижные вузы Начался еще в 96-м году, когда мы заключили договор с ФТИ И у нас 96-го года каждый год ФТИ, а ФТИ – это ведущая вуз в России Каждый год приезжают сюда и проводят олимпиады То есть вузовские олимпиады, да? Да, вузовские олимпиады 96-го года Причем к нам приезжают на эту олимпиаду из других регионов Из Казани приезжают Ну, не во всех они регионах устраивают такие очные олимпиады То есть по результатам олимпиады же дети могут поступить не к танку? Да, и вот когда каждый год ФТИ сюда приезжала Соответственно, дети общались, преподаватели Они видели людей, ну, немножко совсем не таких, к каким они привыкли Уровень культуры, там, образованности Вот, потихонечку стало круто поступить в МФТИ Потом кто-то проложил дорожку поступать в высшую школу экономики Стало круто это Ну, вот, знаешь, такой процесс Как бы, вот, заражения, что ли Вот этого вот, престижностью поступить в престижные вузы Ну, вот, все-таки, рассматривают ли вообще ваши дети и чувашские вузы? Конечно, 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 рассматривают По разным причинам, да, поступают в наш университет А некоторые закончат, вот буквально я позже вчера встретилась с молодым человеком Андреевым Максимом Он закончил Академию ФСБ По-моему, на криптографии специальность Я его встречаю здесь, он вернулся Он работает здесь, он доволен Он, как он мне сказал, Ирина лично, Москва, это только для учебы и для карьеры Но жить в Чебоксарах лучше Здесь можно и нужно создавать семью Он вернулся, работает, ему нравится эта работа Так что, и закончив московские вузы, часть детей возвращается в Москву А кто-то поступает в наш университет И тоже довольны очень тем образованием, которое они получают в нашем университете Вот, вы говорили о том, что вы поднялись, да, вот в этом рейтинге То есть были в прошлом году на 55-м В этом месте, а теперь на 44-м Вот почему, как вы думаете? Ой, ну тут сложно ответить Ну, конечно, это же рейтинг То есть это не исключительно наше, скажем так, дополнительное усилие Мы в этом смысле ничего дополнительного не делали Вот какая система у нас выстроена Такая она у нас и, в общем-то, действует Я думаю, тут еще, может быть, какие-то другие школы недоработали Поэтому тут трудно сказать, почему мы поднялись Мы уж не стали это анализировать Но вот, вы знаете, все равно мы каждый раз что-то в этой системе пытаемся улучшить И, в принципе, на самом деле ресурсов для повышения качества образования их очень много И в технологиях обучения, и в системных каких-то нововведениях Вот в этом году мы ввели такое нововведение Мы перешли на дисципальную систему оценивания Это очень важная вещь, на самом деле Это не потому, что модно А ведь, посмотрите, если мы возьмем каждый класс Да, разброс возможностей индивидуальных Даже в нашем лице, я уж не говорю про обычную школу Он есть, этот разброс А учитель один Понятно, что учителю при таком разбросе Он должен дифференцированно учить Или, как говорят сейчас нам, с учетом индивидуальных особенностей Ну, давайте назовем по-старому Он должен использовать какие-то методы дифференцированного обучения Но обучение предполагает оценивание Согласны, да? Конечно И понятно, что стоит вопрос о том, чтобы расширить шкалу Для того, чтобы более дифференцированно оценивать знания детей Десятибальная шкала, да Она, безусловно, дает больше возможностей Для оценивания детей с учетом их индивидуальных особенностей А пятибальная система, она ведь фактически не пятибальная Она фактически четырехбальная Два-один – это неудовлетворительно Остается три-четыре-пять Четырехбальная система оценивает Очень жесткая Чем уже система оценивает, то понятно, что она жестче Да? При многообразии детей Поэтому шкатебальную систему мы в этом году ввели Как родители воспринимают? Вообще, как работаете с родителями вот таких отборных деток? Очень хорошо Вы знаете, я считаю, у нас полное взаимопонимание У нас родители замечательные Ну, тут видите как Когда мы проводим индивидуальный отбор Понятно, что к нам поступают дети Получается так, что в основном к нам поступают дети Из семей, для которых престиж Вернее, в шкале ценностей образование занимает Одной из ведущих позиций Большое внимание в семье в семьях Уделяется образованию детей Поэтому у них, у родителей задача Дать ребенку хорошее образование У нас такая же задача Поэтому мы с ними работаем Бывают разные Решаем проблемы, конечно Бывают и какие-то конфликтные ситуации Не с родителями Но мы пытаемся их решить вместе с родителями Скажем так Очень хорошо То есть вы нам рассказали там Какая система сложилась у вас в лице И, в общем-то, благодаря ей Системе, которая уже много лет не дает сбоев Вот вам удается попадать в рейтинги В топы, возможно Спасибо вам за то, что вы есть За то, что вы работаете За то, что вы, в общем-то, делаете фундамент Для нашего будущего Для будущего нашей страны Это была программа Столичное образование Мы беседовали с Ириной Ильиничной-Полбейником Директором лицея номер 3 Лицея, который год уже много лет Входит в рейтинги лучших школ России И в престижных домах Субтитры создавал DimaTorzok